вот какая машинка стоит ну где такой еще увидишь разве что только маленьких городках ну какая красота стоит вот та красота пожали яшка прикольная машина необычная я такой наверно застала когда мне было лет пять может шесть руль оригинальный панельная доска все оригинальное стекло стекло отцвечивает стекло думаю будет видно такой вот салон ровная кстати неразделенное сиденье стоит впереди ну это да это я знаю я видела машинка интересная высокая вот это броневик вот это действительно танк для иномарок просто снос так что качество отличное металл и смотрите как сохранено хорошо колеса такие большие прикольно нет отличная машинка сейчас будем продвигаться дальше такой маленький провинциальный рыночек еще ловечки стоят такие низенькие кстати под стать этому городу собак много до собачек тут много какие вот низенькие варечки на дождь и что давно такого не видела дискобар даже есть вот даже дискобар есть 10 штук 50 рублей так да 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 с м вот ума Ну тут, смотри, детали, колеса для велика, это, наверное, кому нужно сюда приезжают. Хочу сказать, что городок весь я, наверное, не обойду, но он довольно-таки очень интересный. Вот с таким вот небольшим рыночком на главной аллейке. Вот так, сейчас пойду туда дальше, хочу глянуть, что там, это непонятно, что тут было, а тут тихо, а что тут написано? А ну-ка, против какого строительства они тут против? Жители против этого строительства? Жители, пишите в администрацию Ростова. Тут что-то планируется, наверное, построить, и народ против. Что хотят строить, не знаю. А я городок. Ну да, такой своеобразненький городок советов. Маленький, преимущественно одни пятиэтажки. Тихо, хорошо так. Единственное, что кажется, как-то все засыпано. Но еще осени нету. Такая дорожечка асфальтированная, старая. Видно, что с тех времен еще осталась с 80-х годов. Магнит косметика, везде магниты косметики. Так, что тут за площадочки? Да, так и я иду по улице Авиагородок. Молоко. Вот оно, молоко. Где б я его еще увидела? А сколько стоит молоко литр? 55 рублей. Некогда. 55. Вот так, молоко стоит 55 рублей литр. Это нормально. Тихо так, не шумно, слушайте. Идешься потихонечку, как в парке. Речки старенькие стоят, как застывшие с 90-х. И то это еще, наверное, одни уже из последних. Так, и куда это я вышла? Даже не знаю, что за улица такая. Тоже написано Авиагородок. Остановка. Очень интересно. Спасибо, спасибо. Я тут стою, пропускают, а я кручусь на месте. В общем, прошлась я по этой аллейке. Сейчас гляну, есть ли продолжение у нее. Что там? Ну, это уже конец. Это уже конец. Ну, загляну. Сюда. Тут какое-то административное здание, что ли. И комплекс здоровья. Не знаю. Увесок больших не вижу. Парк. Маленький парк. Тоже непонятно, что за территория. Какие-то строения. Я не знаю, что тут. Сейчас гляну. Парк там вдали. Так, это что у нас такое? Это детский сад, я так поняла. Потому что там везде карусельки, машинки. Да, это детский сад. Как напоминает это место восьмидесятые года. Именно те детские сады. Так все было красиво раскрашено. Прикольно. Это детский садик. Название я, правда, не вижу. Нету названия. Может быть, где-то с другой стороны. Описано МБДОУ номер четырнадцать. Казачье образовательное учреждение. Такое ощущение складывается, что это вообще детский сад. Так. Ну, я вообще-то хотела пройтись еще дальше. Сейчас пойду прогуляюсь дальше. Тишина. Тишина. Необычная тишина. Так спокойно, все умеренно. Нет толпы. Так. Ну, сейчас я тут пройдусь по этой аллеечке. Гляну, куда она выводит. Интересно, что там будет дальше. Новый забор. Тут раньше, наверное, его не было. Может и был. Не знаю. Так. Куда-то там меня выводят. Обычно такие места. Идешь, идешь и попадаешь в тупики. Что тут? Обошли мы это место. Продвигаемся дальше. Какая-то роща, что ли. Получается, я пришла к роще. Ну, тут еще строение стоит. Авиагородок и тут тоже авиагородок. Это такая улица длинная. Авиагородок. А там что за посадка? Непонятно. Тоже авиагородок номер 40. Вот такой дом стоит тут живой. Ну, дома, они везде как и дома одинаковые. Ладно. Возвращаюсь я назад. Потому что идти там по грязи после дождя не вижу смысла. Поэтому сейчас пойдем в другую сторону. Ну, что я могу сказать. Тихий, обычный городок. Жизнь здесь, конечно, спокойно. Засажен хорошо. Деревьев много. То есть и свежо здесь дышать, я бы сказала. Посвежее, чем в городе. Запахи такие своеобразные. Где-то маслом пахнет машинным, где-то сыростью. Так. Сейчас мы отсюда выйдем. Вот те коры. Все так застыло. Все закрыто. Так. Хочу я пройтись немножко в другую сторону. Собачки лежат. Очень много собак. Да, тут скажу, что собачек много. Они все с бирками. О, да. Тихо. Начинаем. !